Пришли мы домой, покажем вам покупки. Многие зрители спрашивают, интересуются, цены и все такое. Значит, сейчас у нас на дворе август 2018 года. Сразу покажу чек, так как кое-какие цены я помню, некоторые цены я не помню. В общем, кому интересно, можете поставить на паузу и посмотреть наши цены на продукты питания и другие всякие различные товары. Итак, итого у нас получилось на 3208 песо. Но вот со всякими скидками мы заплатили 2606. Это приблизительно по курсу нашему сейчас 31, 31,5. Около 80 долларов. Так, что мы купили? Начнем с того, что большая половина продуктов мы покупали по скидке. Где-то там 70% скидка на второй продукт. То есть берете 2 и за второе платье 70%. Где-то еще какая-то скидка. Ну, в общем, смотрим. Яблоки. Очень вкусные яблоки, кстати. Сочные, такие ароматные, прям настоящие. Вот, кстати, здесь еще на яблочках какая-то... Что тут написано? Аргентина. Вот. Аргентина. Яблоки по 25 песо за килограмм. Верх ногами. Но я так понимаю, что все понятно. 76. Это Леня брал. Почти 3 кило яблок. Он их очень любит. Ну, нам их хватит надолго. В холодильнике я храню яблоки, чтобы не портились. Затем мандарины. Сезон уже заканчивается цитрусовых скоро. Мандарины тоже по скидке. 14,90 за килограмм. Бананы по 27 песо. К примеру, в нашем овощном они стоят бананы 45. Все эти продукты мы покупали в супермаркете Кото. Нас часто спрашивают, какой магазин вам больше всего нравится, супермаркет. Ну, вот Кото один из немногих. Здесь их и так, в принципе, немного. Ну, вот Кото нам нравится. Так, смотрим дальше. Морковка 12,90. Обычная ее цена 24 песо. Сегодня была скидка 12,90. Чай, я не помню, где-то около 38 песо. Если берете две упаковки, 38 песо. Здесь, по-моему, 20 пакетиков. Да, 20 пакетиков черный обычный чай. Так, дальше взяла вот такой чай. Смесь всяких трав. Вот Мескла де Ервас. Тоже взяла два пакета, так как был по скидке. Здесь, кому интересно, вот такие вот травы. Вот Бальдо. Такая трава хорошая для пищеварения и вообще для всего. Очень мне нравится. Потом мята, лимон. Ну, в общем, вот такой вот. Смесь трав. Так, дальше два кесаро-шаза. Короче, две упаковки тертого сыра по 150 грамм. Тоже взяла две, так как если берете две, то цена ниже, по-моему, около 40 песо где-то за упаковку. Так, идем дальше. Здесь у нас вот таким обогревателем мы сейчас пользуемся. Холодно. Пока я его выключила, здесь мясо лежит и все. Но так как у нас сейчас газа нет, то Леня вам рассказывал. Так, идем дальше. Мясо. Росбив. Обычно мясо 129 за кило. Я вот взяла вот таких две упаковки мяса. Одна и вторая. Дальше Леня взял вот такое. Чулета-де-хамон. Это свинина по 79,90. Тоже взяли в таких два огромных кулечках. Два вот таких больших пуска мяса. Теперь молоко. Что еще? Ватные диски. Молоко по 24 за литр. Ватные диски около 38 где-то так. Так, тоже взяла вот такую, как она называется, мермелада. В общем, варенье, не варенье. Из головы вылетело, вы поняли. Персиковое. Так, затем взяла вот такую красивую, смотрите, тарелочку. Очень она мне понравилась. Я взяла там, кстати, две. Но одна была что-то как-то очень дорогая оказалась на кассе. 340. Это, по-моему, 140 или 135. В общем, около 140 песо. Идем дальше. Дальше у нас сыр. Тоже вот такой сыр по скидке. За килограмм он получается у нас 179 песо за килограмм. Кстати, очень дешево. Да, Леня разошелся и взял три таких сыра. Да, потому что самый дешевый, который вообще можно найти, это 250 за килограмм. А этот именно с твердых, мы имеем в виду, да? С таких твердых, вот с такого стиля твердых кусков сыра. 250 за килограмм. Я изредка люблю сырка похавать. Ну и дети тоже что-то не такое. Ну, в общем, по 170 это показалось нормально. Мы решили прикупить сразу. У него, тем более, срок годности тут до 14, 12, 18 года. Так что практически до Нового года. Ну да. Так что всегда вечером. В основном такие вот все штучки надо хавать вечером, после 6. Потому что у меня потом, как у карася, начинается жор. Вы знаете, вы там поужинали и все, а потом вот вечер наступает. Тебе нечем заняться. И все время хочется схватить какой-то кусок холодильники. И ныжкаешь там, ныжкаешь. Вот всегда должно лежать какой-то кусок колбаски, сырка там. Ну, хотя бы яблоки какие-нибудь. Ну, что-то такое, чего можно там пожевать, фильм посмотреть. Так что изредка такие, как яблоки там, мандаринки, апельсинки накидываем туда. Ну и то, я им, Лене, не даю много фруктов, так как. Да, не положено ему. Два фрукта в день или три, не больше. Зато у меня свинина какая-то есть. Смотри, какая нога. Это не нога. Нога, это же вот хамон типа, знаешь. Это нога только вот так срезанная. И что ты будем готовить? И сейчас сделаем макароны по-флотски. Кусочки этой свинины иногда такие кусочки с луком обжарить хорошо. Сварить отдельно макароны и засыпать такие кусочки жарные свинины с этим. Уже блин. Слюнки кекут. Я такой не ем. Ну ты не ешь, мы едем. Я буду кушать, не знаю, посмотрю. Ладно, дальше. Зубные щетки для Лени с Николасом. У меня другая щетка, я такими не пользуюсь. Ну они любят такие. Мы тоже такие не любим, ну ладно, купили. Очень, кстати, дешевые, 38 за 2 штуки. Цены есть разные. Я вам скажу, что цены есть и 300, и 30, и... А чашку ты сегодня видела за сколько? А, ну да, чашку я вставлю фотографии. Я сюда вам вставлю фотографии, там я сфотографирую. Чашка, обычная чашка, 600 песо. Так, зубная нить, 60 с чем-то, не помню с чем. Так, ну это женские всякие салфеточки. Тоже там по скидке они были. Берете две, и подешевле вам получается. Так, теперь сыр тоже вот такой еще по 179 за кило. Та же самая марка, вот она, сыр Гуда. Тот же самый, но просто другая упаковка. Тоже взяли ее кусочком. Что-то мы этот раз набрали много сыра. Да, Лень? Ну мы из молочного в основном едим сыр, масло и йогурт домашний. Или такой йогурт, я не колясо покупаю. Сейчас я вам покажу. Так, идем дальше. Зубная паста вот такую взяла. То есть у меня зубная паста есть, но я люблю, когда у меня есть запасы. Я люблю, чтобы у меня был запас зубной пасты, там запас еще чего-то. Потому что когда заканчивается, потом неохота бежать ей и покупать. Так, теперь Леня взял себе здесь, хватил, выпросил, выклинчил. Шнайдер, пиво. Да, Лень? Да, мамочка. Так, вот такие печенья рисовые без соли. Так, смотрите, какую я красоту взяла. Вот, вот такие формочки для пудингов, для различных запеканок. Не знаю для чего, но они стоили по скидке 50% скидка. То есть одна штучка получается 100 песо. Ну вот две за 200. Я взяла две. Вот, теперь у нас идут вот такие. А тут? Тунец в собственном соку. По чем они были, не помнишь? Ты же поправил. Сейчас скажу, по 23. По 23. Тунец в собственном соку. Без скидок по 55 и 70, смотря какая баночка. Тунец в собственном соку, ингредиенты. Вот смотрите, тунец, вода и соль. Больше ничего. Написано, что здесь есть рыба. Таиландия. В общем, здесь есть рыба сказана. Дальше я взяла краску мою для волос. В принципе, пока мне краситься не надо, но я люблю, когда у меня есть запасы. Я пользуюсь вот такой краской. Я пробовала многие различные, так сказать, и марки дороже, и дешевле, и в парикмахерских. Но я остановилась на этой. Для меня она подходит больше всего. Она без аммония, или как он там называется. То есть здесь другой ингредиент. Аммиак. Аммиак, ага. Вот, все равно она там, короче, хорошо все украсит. Ну вот, я пользуюсь вот такой краской. Номер 81. Светлый блондин. Вроде бы так переводится. Она как камера фокусируется, не фокусируется. Светлый блондин. Так, идем дальше. Йогурты. Это у нас получается, вот новый йогурт, я такого раньше не видела, не знаю, ананас и кокос. Это для Николаса мы берем. Ананас и кокос. Затем слива. И натуральный. Из этого йогурта я делаю в йогуртнице домашний йогурт. Вот он, без всяких добавок, натуральный. То есть по 2 штуки каждого, 70% скидка была, поэтому я взяла по 2, 2 таких натуральных, 2 сливовых, вернее 2, 4, да, получается, по 2. Лимоны. Лимоны сейчас тоже цены есть разные. Вот самые дешевые, которые можно найти, 16,90 за килограмм. Так как сейчас сезон, но как видите, эти лимончики, они вообще органические. Они маленькие, вот, небольшие. Видно, шкурочка на них тоненькая. Я выбирала, там такой огромный ящик. Вот. Манюсенькие, вот видите, такие лимончики. Но зато дешевые, потому что зимой у нас лимоны, ну, очень дорогие. Так, что еще? Кажется, все. Я все показала. Обзор. Таллин, будем прощаться? Да. Пока. Нам пора это готовить уже что-нибудь. Это уже сколько там, 3 часа дня, а мы как-то, да. Покажи, на какой плитке мы готовим. Сейчас я покажу. Это наша кампинговская плитка, которую мы используем, ну, в палатке, в отпуске. Ну, а сейчас пригодилось, пользуемся этой электрической плиткой. Пока временно нам газ отключили, я там рассказывал. Нашли какие-то изъяны в трубах, в стене именно так, что придут через неделю, начнут разбивать. В общем, в случае, так обещали. А мы как раз уж обрадовались тут. Решили больше кулинарных рецептов снимать. Плиту другую себе купили. И, в общем, один раз мы ее только успели включить. И тут начал больше и больше чувствоваться запах газа. Одним словом, теперь она у нас новая, но отключенная. Так что все, ждем, пока нам дадут газ. А пока мы ведем этот кампинговский образ жизни. В общем, новые плиты мы пока особо еще не пробовали. Водичку греем на этой плите, да. Так что на электрической. Электрочайник, кофеварка электрическая. Ну и все такое. Вот она такая. Здесь свет есть в середине, да? Да, только сейчас отключено. Да. Электрозжигалки всякие. То есть она сама, стенки у нее чистятся сами, скажем так. Ну, сейчас не буду показать. Грязь не мычится. Вот эту надо только внизу мыть и все. Ну, вроде ничего. И здесь такая тоже. Леня будет делать шашлычки, да. Здесь надо будет немножко подкрасить там внизу. В общем, здесь как бы для шашлычка. У нас будут рецепты. Ну, вот такая плита. Пока ждем. Все. До следующих видео. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok